Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР совместно с коллегами из Угородыска пресекли деятельность на территории Республики организованной преступной группы. Все члены ОПГ – наркоманы, а ее организатор уже имеет судимость. На счету банды более 10 тяжких преступлений. Это и несколько разбойных нападений на магазины Донецка, и ряд квартирных краж, и ограбление пассажиров рейсового автобуса, перевозившего челноков из Донецка в Москву. Не остановились бандиты и перед убийством. Один из членов ОПГ предложил ограбить знакомого предпринимателя. У жертвы забрали 3000 долларов и 170 тысяч рублей, а самого бизнесмена жестоко убили. Стояли, думали, что делать. Решили его застрелить. Там не могли решить, кто будет его стрелять. Потом я сел в машину к нему, взял калашник. Мне пацаны его зарядили, поставили на предохранитель. Я отъехал с ним в углу посадки. Он лежал на заднем сиденье. Я открыл дверь и стрелял на него. При обыске в квартире подозреваемых было изъято несколько автоматов, боеприпасы к ним, маски, а также похищенные ювелирные изделия и другие вещественные доказательства. Во время совершения преступлений фигуранты закрывали свои лица масками. Поэтому потерпевшие не могли дать их четкого описания, и это затрудняло поиски преступников. Однако, благодаря грамотно проведенным оперативным мероприятиям, правоохранителям удалось установить и задержать всех участников этой преступной группы. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по целому ряду статей Уголовного кодекса ДНР. Всем членам банды наркоманов грозит высшая мера наказания. Харцизские деятели наркобизнеса до создания ОПГ еще не доросли. Большинство правонарушений в этой области здесь связаны с употреблением, незаконным хранением наркотиков. Так, 7 октября сотрудники Харцизского городела полиции задержали молодого человека 17 лет от роду, обнаружив у него полкило марихуаны. Несколькими днями позже запретное зелье было изъято у 36-летней жительницы Зугресса, сообщает пресс-служба Харцизского городела полиции.